Привет! Сегодня мы находимся в центре культуры и искусств Щукино. Это многофункциональный центр для самореализации творчества. Здесь работают студии для всей семьи от детей от двух лет для людей пожилого возраста. Уроки вокала, актерского мастерства, воркшопы, лекции, изучение иностранных языков и, конечно же, танцевальное направление. Сегодня я покажу несколько упражнений, заимствованных из балета. Итак, как я уже и говорила, я покажу сейчас несколько упражнений, заимствованных из классического балетного урока, которые вы можете использовать ежедневно. Первое – это demi-plie, это основа основ, с чего обычно каждая балерина начинает свой экзерсис. Максимально разводите пятки вместе, носки в сторону. Тяните коленки как можно сильнее. Далее вы приседаете не очень глубоко, насколько позволяет, не поднимая пяток. Выпрямляете ноги, стараясь максимально свести колени, чтобы у нас не оставалось просвета. Далее можно добавить полупальчики. То есть вы делаете приседания, соединили ножки, полупальцы. Приседания, полупальцы. Ну и желательно так пару минут. Поверьте, ваши ноги вам скажут большое спасибо, у вас вытянутся мышцы, подтянутся, будет очень красивый рельеф. Конечно, все мечтают об осанке, как у балерины. И дабы иметь ее, и чтобы у нас ничего тут не нарастало лишнее, очень простое упражнение. Вы берете себя за руки, примерно чуть дальше запястья, вставим в профиль, чтобы было виднее. И просто делайте максимальные отводы рук назад. До положения, чтобы вы почувствовали, что вот напрягаются все эти мышцы, плечи опущены, подбородок наверх. И мечтаем о лебединой шее Майи Михайловны Плесецкой. И еще одно упражнение от меня для красоты рук. Мы ставим руки в балетную, вторую позицию. Самое главное, следим за тем, чтобы напрягались вот эти нижние, так скажем, мышцы рук. И все очень просто. Максимально долго сжимаем и разжимаем кулаки. Поверьте, ваши руки скажут вам большое спасибо. В общем, самореализуйтесь, занимайтесь собой, занимайтесь спортом, занимайтесь искусством, вкладывайте себя. Это отлично.